БОНКУРАЖ Мы в Исландии И мы с вами находимся в Хельсинки За моей спиной великий символ Мадрида А мы приехали в Стокгольм В Тоскану, мы уже в Париже И мы с вами находимся в Германии Я добралась до Люксембурга В городе Рига, страна Латвия Добро пожаловать в Ирландию Вена – это музыкальная столица мира По правилам телеигры Бон Кураж В каждой передаче двое ведущих в разных городах Европы В течение двух дней должны были не только познакомиться С туристическими красотами европейских городов Но и должны были выполнить одинаковое задание Две страны, два города, одна миссия Вместе с программой Бон Кураж Мы отправились исследовать статус страны В путешествиях наши главные герои Выполняли задания не одни, а в компании телезрителей Которые присоединились к проекту Приняв участие в телевизионном кастинге Меня зовут Максим Зовут меня Денис Очень приятно с вами с вами познакомиться Меня зовут Алена Добрый день, меня зовут Александр Сербин Здравствуйте, меня зовут Алла Донус Я маленький начальник Я производственный директор на большом заводе Меня зовут Кирилл Мне 25 лет Наши ведущие внимательно изучили более 400 анкет И отобрали 12 человек Коллеги, это настолько непростая задача, что я чувствую, как у меня вот буквально портится настроение от того, что мне нужно сделать какой-то выбор И я не готова взять на себя такую ответственность Потому что это были все милейшие люди Я наблюдала за кастингом, который вывели за викториной Я не понимаю, как можно выбрать людей, которым ты симпатизируешь Нет, но все-таки выбор надо сделать Надо решиться И поэтому, скорее всего, я хотела бы выбрать Ивана Алексеевича Вот вы знаете, что мне не нравится, Вазаичка? Зачем же вы берете из тех героев, которые пришли ко мне? Я чувствую напряжение Я ведь не презентую на... Елена Григорьевна, а как коллега-коллеги Я попрошу вас объяснить, почему у вас одни сплошные мужчины, а у меня одни девушки? А вот это аргумент, а вот это аргумент Я вам объясню, почему Потому что в реальности они все при вас А на телеэкране они могут быть при мне Не знаю, мне, например, очень тяжело В том плане, что я отобрал 8 человек И я понимаю, что четверо из них поедут, четверо из них не поедут Вот это, наверное, самое тяжелое Потому что я не знаю Ну, кого бы вы выбрали все-таки? Ну, вы говорите, я бы очень хотела, чтобы со мной поехал Иван Алексеев Мне очень понравилась Алла Так, ну что, моя очередь Я просто не могу себе в этом отказать Максим Я надеюсь, что со мной поедет Дмитрий Нас с ним объединяет любовь к искусству Любовь к нашему русскому театру И вообще еще, наверное, к чему-нибудь Мне очень понравилась Алена Она из КВН Значит, она будет девушка действительно находчивая Ксюша Я сразу тебе говорила, когда мы смотрели видео первого этапа Что она очень очаровательна Да, да, не смог себе отказать в этом И прислушался к вам, дорогие коллеги Знаете, я должна сказать, что Виктор убедил меня в том, что он должен поехать непременно Почему? Он с такой горечью говорил о железном занавесе, за которым мы с ним прожили большую часть жизни Что, поскольку этот занавес поднялся и передо мной, то я думаю, что он должен отправиться со мной непременно в путешествие А я переживаю все-таки за состав команды, потому что у Елены Григорьевны один мужчина лучше другого просто Да, а я уже начинаю переживать наши цели От зависти начинают гореть мои щеки Я все-таки возьму Александра Потому что мне кажется, что будучи капитаном команды КВН, он может мне пригодиться и его находчивость, и его юмор в том числе Коллеги, у меня сенсационное заявление Да Я пыталась себе найти компанию для Исландии Я смотрела на эти лица прекрасно и думала, кто это может быть? Может быть Стелла, может быть Алла, может быть Алена И тут я увидела, что у Ольги на майке написано «Айс» Это знак Это знак стопроцентный Оля, мы с тобой отправляемся в Исландию Мы даже это не будем дальше обсуждать В первую битву путешествия отправились Анна Сопроненко и Виктор Теличкун Им предстояло посетить две самые зеленые страны Европы Выбор Анны пал на далекую Исландию А Виктор решил посетить Финляндию Для победы в этом состязании Виктор и Анна за время своего короткого путешествия Должны были найти источники зеленой энергии Виктор и его попутчица Ксения посетили уникальный мусоросжигательный завод в пригороде Хельсинки Это город Ванта Тут находится завод, который перерабатывает мусор И из которого в дальнейшем получается зеленая электроэнергия Это просто воплощение зеленой мысли, как она есть Анна и Ольга отправились на геотермальную станцию Остановилась здесь в надежде, что это гейзеры Нет, это геотермальная станция, так это называется? Геотермальная станция, да Почти 25% электричества всей страны производится вот таким образом То есть мы можем сейчас как раз исследовать, что значит по-исландски зеленая энергия Мы с Олей, как девочки, не можем промолчать, что на геотермальных станциях пахнет не очень Аромат тот еще В поисках эко-жилья Виктор побывал в районе Вики, который носит гордое название «Лучший эко-проект 21 века» Анна же посетила необычную гостиницу Ее номера в форме огромных прозрачных пузырей позволяют гостям почувствовать себя ближе к природе В поисках эко-еды Виктор и Ксения проехали сотню километров на север от столицы И посетили обыкновенную ферму, где гостеприимная хозяйка приготовила для путешественников завтрак Как жаль, что вы не чувствуете этот аромат, который чувствуем мы сейчас Ведь та еда, которую мы сейчас будем кушать, она полностью экологически чистая И она отсюда Анна выбрала модный ресторан, где в огромной теплице выращивают помидоры Мы приехали в теплицу, которая называется Кридемар И она обеспечивает Исландию круглогодично помидорами Примерно 300 тонн в год вырастает в этой теплице Она отапливается с помощью энергии тепла земли Потому что горячая вода в Исландии находится всего на глубине 200 метров У меня не было больших ожиданий по поводу томатов, которые выращивают в северном климате, в теплицах под искусственным освещением Но суп отменный просто, правда Также в рамках задания Анна и Виктор должны были прокатиться на экологически чистом виде транспорта Анна в Исландии выбрала прогулку на велосипеде Вы знаете, в Исландии далеко на велосипеде не уедешь Постояния огромные 50 километров туда, 100 километров обратно Боюсь, что это не очень страна для велосипедов Я еще не видела здесь электромобилей У них довольно старый автопарк в стране Поэтому с экологичным транспортом тут, конечно, так, довольно сомнительно В Финляндии Виктор нашел беспилотный электробус Хоть это и маленький автобус, но я думаю, что это огромный шаг для светлого будущего Финляндии Да какой? Не только для Финляндии, я думаю, для всего мира Знаешь, ты права Ань, прости, но велосипед тут и рядом не стоит Виктор с помощью Ксении выполнил все задания и получил первые 10 баллов Зрители передачи «Бон Кураж» отдали свои симпатии и 5 баллов тоже Виктору После первого путешествия у Виктора 15 баллов, у Анны 9, а у Елены Григорьевны, которая еще не вступала в соревнования, 0 баллов Во втором сражении встретились Елена Григорьевна и Анна Им предстояло посетить две самые благополучные страны Европейского Союза Наши ведущие тщательно изучили различные рейтинги лучших стран для проживания В итоге разгадывать секреты благополучия Анна отправилась в Люксембург Говорят, что здесь каждый второй миллионер, говорят, что это страна с высочайшим уровнем жизни Говорят, что здесь нет безработных и самая высокая минимальная зарплата в Европе Елена Григорьевна побывала в Вене Мы сюда приехали найти себе работу Да Языков мы не знаем Языков не знаем Но я буду зарабатывать только тем, чем умею, то есть литературой И найду такую возможность А вам уж придется как-то Ну, я уж попробую Себя в какой-то другой области Чем Бог подаст Анна со своей попутчицей Аллой и Елена Григорьевна со своим попутчиком Виктором Должны были не только разобраться, что же такое благополучие, но и заработать Да-да, Анна и Елена Григорьевна должны были в самых благополучных городах Европы найти возможность легально заработать В этой схватке победить мог только тот, кто заработает больше Елена Григорьевна, вы соберитесь там Нет, мы с Аллой без угроз Конечно, без угроз Но мы собираемся все-таки вырвать победу у вас из рук Вот такими хищными зубами Да Анна и Алла были серьезно настроены на победу Поэтому, не замечая красот столицы Великого Герцогства, Люксембург Сразу перешли к выполнению задания Алла, получается, что единственное, где мы можем заработать на данный момент деньги, это сфера обслуживания Ты готова убирать со стола? А что делать? Учитывая, что все-таки ни французского, ни немецкого мы с тобой не знаем Я предлагаю искать русский ресторан В любой стране есть русский ресторан Точно А уж борща-то мы гостям нальем Анне и Алле очень повезло Они нашли русский ресторан и управляющая рестораном Людмила взяла девушек на работу Ну что, меня сразу пригласили за стойку И я его отнесу к клиенту В Люксембурге твои есть названия специфические Пожалуйста, капучино Началась самая грязная работа Это тарелочка, надо пестили Это кому? А вот и ваш восхитительный ужин Приятного аппетита Приятного аппетита А еще я могу танцевать за стойкой Тут как раз группа комбинаций играет В то время, как Анна и Алла работали в русском ресторане Елена Григорьевна выясняла у местных жителей, что же такое венское благополучие Благополучная не только Вена, а Благополучная Австрия Выехав за пределы Вены Поля, города, городки, улицы Чисто, красиво Транспорт, медицина Извините, 14 зарплат Это закон в Австрии, что у нас платят 14 зарплат Кому-то могло показаться, что Елена Григорьевна не собирается выполнять задание Однако это не так Ее попутчик Виктор нашел объявление о вакансии помощника повара И отправился устраиваться на работу Да, как-то гаечный ключ в руках держать Более понятно А тут зелень, мягкая, нежная Но непослушная К сожалению, заработать не получилось Но Елена Григорьевна нашла очень оригинальное решение Картельник, это когда на очень маленькой площади, чаще всего на кухне Собирается группа людей, маленькая И приглашают какого-то поэта или писателя, который им интересен Они собираются очень быстро, быстро созваниваются И тот читает стихи и прозу Но в нашем случае нам еще обязательно нужно заработать как можно больше денег Потому что это соперничество, и вы должны победить Поэтому я вас зову на квартирник Отличная идея В то время как Елена Григорьевна Знакомила венцев со своим творчеством Анна и Алла предприняли Очень рискованную попытку Заработать на улице Люксембурга Словинская уже дрова Разрезали, зашили И можно чисто по-человечески понять Пять актрис Они купили бутылку водки И бутылку вина Давай, Алла! Вино бывает всегда на двоих А водка на троих Обратного счета не существует И вино к тому же вышло дороже Дайте мне вина Алчит дорогого вина мое ненасытное сердце Поет ничтожное венчик Клиты Мнестрова И опрокидывает в себя буквально полбутылки Пожалуйста, донайте Для красивых девушек Для кофе И сбрасывают вниз на сцену На которой должна умереть Настоящая актриса Спасибо, спасибо! Итак, во втором сражении Анна и Елена Григорьевна Сделали все возможное и невозможное Чтобы заработать Ведь победителем должен стать тот Кто заработал больше Анна с помощью Аллы заработала 135 евро А Елена Григорьевна, проведя с Виктором «Квартирник» Получила 200 евро В этой передаче победила Елена Григорьевна И получила 10 баллов А Анна – 9 Зрители отдали свои голоса И 5 дополнительных баллов Елене Григорьевне В третий бой вступили Елена Григорьевна и Виктор Они должны были изучить особенности юмора И разобраться, что заставляет улыбаться немца И что вызывает смех у британца? В Англии я бы сказал, что гораздо больше юмора каждодневного Юмор здесь везде Юмор – это на уровне ДНК у любого англичанина Елена Григорьевна и ее попутчик Александр в Лондоне А Виктор и его попутчик Александр в Пёльне Рассказывали анекдоты прохожим с одной единственной целью Рассмешить как можно больше людей Вот кто это сделает, тот и победитель Как это называется, когда две блондинки кидают друг друга соломой? Обмениваются мыслями Нет В этот раз не сработало Отлично, они смеются, это работает Папа, папа, почему ты женился на маме? Вот видишь, Ингрид, даже наши дети не могут этого понять Это успех, это успех Немецкое пиво всегда заходит Давайте мы еще раз проверим чувство юмора у англичан Хорошо, пойдем за это Как ты можешь назвать мужчину без левого рукава и левого нога? Знаешь? Хорошо 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 Итак, наши путешественники побывали в Лондоне и в Кельне. Они должны были не только познакомиться с особенностями местного юмора, но и рассмешить людей. В Кельне Виктор и его попутчик Александр рассмешили своими шутками больше людей, чем Елена Григорьевна и ее попутчик Александр в Лондоне. Поэтому в этом сражении победа присуждается Виктору. Он получил 10 баллов, однако зрительские симпатии были на стороне Елены Григорьевны, и она получила 5 дополнительных баллов от телезрителей. Тема четвертого соревнования «Профессия как искусство» забросила Елену Григорьевну во Францию, а Анну в Италию. В этих невероятно богатых на достопримечательности странах наших ведущих ждало бескомпромиссное испытание. Здесь мне нужно будет выполнить три задания. Во-первых, мне нужно будет чему-то научиться. Второе, мне нужно будет кого-то чему-то научить. А самое главное, мне предстоит, так нескромно, конечно, стать музой. Да, задания не из простых. Научиться, научить и, что самое сложное, вдохновить. Чтобы их выполнить, Елена Григорьевна выбрала Париж. Больше всего прославились слова Хименгуэя о том, что вам повезло, если вы в молодости жили в Париже, потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой. Анну судьба забросила в Тоскану. Рассмотрев подробно карты, я долго выбирала, где, где, где мне остановиться для того, чтобы победить в соревновании против Елены Григорьевны Скульской, которая выбрала Францию. Тоскана. Великолепная область, настоящая сокровищница мировой архитектуры. Область, где родились Микеланджело, Леонардо да Винчи. Область, откуда началось возрождение, Великий Ренессанс. Анна и ее попутчица Юлия сразу приступили к выполнению задания – научить. Юлия, дизайнер аксессуаров и сумочек, рассказала и Анне, и зрительницам ЭТВ+, как правильно выбирать хорошие, качественные сумочки. Все-таки итальянские сумки знаменитых брендов – это очень хорошая инвестиция. Это прослужит 100% долга, и знак качества на них имеется. Как хорошо, что я поехала в Италию с Юлей. Елена Григорьевна, наверное, сейчас там по музеям ходит, а у нас такое приятное развлечение – сумочки. А Елена Григорьевна и ее попутчик Иван в музей не пошли. Они решили выучить несколько фраз на французском. В этом им помогала учитель французского языка парижанка Татьяна. Мне очень нравится выражение «avec plaisir». Это значит «с удовольствием». Мне кажется, это очень вежливый ответ на «merci», на «спасибо». Вместо ответа такого какого-то серьезного «пожалуйста», французцы отвечают «avec plaisir». Это значит «при великим удовольствием». Чтобы научиться, Анна и Юлия отправились в тосканский замок Костелло-де-Сорчи. Там они научились делать превосходную пасту. Посмотрите, здесь довольно все просто. Лаконично, никаких изысков. В поместье 800 лет здесь готовят пасту, на которую приезжает сама Моника Белуччи. Она недалеко от этого места родилась. Смотрите. Вуаля. Хорошо. Отлично. И какой у меня красивый чистый фартук. Останется ли он таким после того, как паста будет готова? До свидания. А в это время Елена Григорьевна учила своего попутчика Ивана «Танцевать вальс». По-моему, здесь надо танцевать вальс. Ну, конечно. А вы умеете танцевать вальс? Ну, я не очень умею танцевать вальс. Ну, давайте попремием. Давайте. И... Теперь давайте мы сами. И неудивительно, что Елена Григорьевна стала музой для уличного художника. Зовут ты? Да, вот меня зовут Елена. Елена. Да. Скульская. 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 Да. Да. Моя Пикассо. Я поняла. Я догадалась. Я меня. И для художника Владимира Макаренко Елена Григорьевна тоже стала музой. Причем эта встреча не была запланирована. Портрет Елены Григорьевны для нее и всей съемочной команды оказался неожиданным сюрпризом. Мы дружим очень-очень много лет. И сейчас вот Макар, как мы его зовем, это Владимир Макаренко, подарил мне мой портрет, написанный по таллиннским еще воспоминаниям. Ты мой дорогой. Спасибо тебе за все. Спасибо. Спасибо. К сожалению, Анна и Юлия были так увлечены красотами Тосканы и агротуристическими достопримечательностями, что забыли о последнем задании – вдохновить. А жаль. В этой передаче победила, выполнив все задания, Елена Григорьевна. Она получила 10 баллов, Анна получила 9. Зрители отдали 5 дополнительных баллов путешествию во Францию. Телепроект «Бон Кураж» – это не только путешествие в самые интересные города Европы и соревнования между Еленой Григорьевной, Виктором и Анной, но и классные призы для телезрителей, которые привезли из путешествий наши ведущие. Выбрать сувенир не так просто, как кажется. На первый взгляд я решила, что все-таки привезу для телезрителя блокнот, пусть он пишет сюда или она умные свои мысли, осталось выбрать цвет. Ну, пускай это будет от всего моего сердца красный. Вот такой эксклюзивный подарочек – русская кожа. Пробудите свои чувства. И вот эти двое мужчин могут стать вашими. Вот эту баночку меда, и один счастливчик ее получит. Вот такой портрет ты рисовал художник под звучным псевдонимом «Пикассо». Во всяком случае, тех, кто будет голосовать за меня, ждет такой вот приз из Парижа. Каждую неделю мы абсолютно беспристрастно выбирали двоих счастливчиков. Таким образом, 12 телезрителей ЭТВ Плюс уже получили памятные сувениры. И один из вас выиграет диск срок… А! И именно этот диск получит один из вас. Мой взгляд упал на этого ангелочка. Он не очень ассоциируется с Люксембургом, но я просто питаю нежную страсть к ангелочкам. Поэтому я привезу тебе, дорогой зритель, ангелочек. Это полотенце, с помощью которого леди Магбет сможет, наконец, оттереть пятна крови со своих рук. Дорогой телезритель, из Милана я везу тебе удивительную открытку. Мой роман «Мраморный лебедь», вошедший в шорт-лист букера. О, смотри. Отличный выбор. Как тебе? И мальчик, и девочка. Очень здорово. А главное? И Латвия. Все есть. Цену показывать не буду. А сегодня осталась последняя возможность проголосовать за самое интересное, классное и захватывающее путешествие из всех двенадцати. А среди всех участников финального голосования будет разыгран суперприз – путешествие на двоих. Для того, чтобы победить в пятой битве, Елена Григорьевна и ее попутчик Дмитрий отправились в столицу Испании – Мадрид. Именно от этого места, от него километра, мы пойдем выяснять, что же предпочитает Испания – хлеб или са? А Виктор и его попутчица Кристина побывали в Швеции. А мы приехали в Стокгольм, и именно тут мы выясним, что же шведы любят больше – хлеб или зрелище. И на протяжении всего путешествия мы будем получать и то, и другое. Все мы знаем национальные развлечения испанцев – корриду и фламенко. Но ничего не знаем о том, как развлекаются в Швеции. А может быть, они постоянно трудятся на благо своей страны и не знают ничего об отдыхе? Поэтому за два дня пребывания в Стокгольме и Мадриде Елена Григорьевна и Виктор должны были выбрать и посетить два мероприятия, которые лучше всего отражают сущность национальных развлечений, а также отведать известные деликатесы местной кухни. Конечно, Елена Григорьевна и Виктор руководствовались своим опытом и знаниями, поэтому их впечатления очень субъективны. Итак, Елена Григорьевна и ее попутчик Дмитрий посетили фламенко-шоу. Как настоящие туристы, они сходили на корриду. Надо сказать, что попутчик Елены Григорьевны сомневался до последнего. Вы знаете, Елены Григорьевны, я, конечно, нахожусь в предвкушении всего, что будет происходить здесь, но слабо представляю себе это, свои эмоции. Думаю, что мне в какой-то степени даже будет немножко жалко эту злюшку. Но Елена Григорьевна своими рассказами о корриде так разожгла любопытство Дмитрия, что он безо всяких колебаний отправился на бой быков. Виктор же выбрал достаточно экстремальные развлечения. Пригласив Кристину в старейший парк аттракционов Грёна-Лунд, он предложил прокатиться на захватывающих дух-аттракционах. Ты что, ты готов? Я не хочу, чтобы я был очень готов. А мне кажется, будет классно. Главное улыбаться и махать рукой. Сейчас мы будем спокойно подниматься вверх. Я не готов к этому, если честно. Еще в самом начале я понимал, что вот это, вот я всегда, знаешь, где я не был, в каких парках аттракционных я не был, я всегда понимал, что вот эта штука, это не мое, но что она мне просто не нужна. Виктор и Кристина, как настоящие охотники за острыми. Ощущениями прогулялись по крышам и полюбовались красотами Стокгольма с высоты 50 метров. У меня небольшие проблемы возникли. Окей. Подождите, мне нужно немножко передохнуть. Просто супер. Что может быть более зрелищно? Я же тебе говорил, мне есть для тебя один сюрприз, который тебе наверняка понравился. Ты был прав. Это самый лучший сюрприз за все время в нашей поездке. Сейчас мы продолжим наше увлекательное путешествие по этой крыши. И надеюсь, что мы найдем Карлсона. Потому что у него есть что? Плюшки. А я бы сейчас не против перекусить. Все, страховочка порвется? Да, нет, нет. Тебе тут держу. Держу, держу, держу. Как так? О, а так удобненько вообще. Да, я ей говорю. И сейчас с вами наша повседневная рубрика «Интервью на высоте». Национальные деликатесы не оставили равнодушными наших ведущих. Елена Григорьевна посетила музей Хамона. Так тоненько режет, как листочки бумаги, на которых хочется написать какие-нибудь слова любви. И лицо вдохновенное и сосредоточенное, как у поэта. Тогда он ловит рифму. Несмотря на разнообразие национальной шведской кухни, Виктор для выполнения задания выбрал самое странное блюдо – квашеную сельдь. Попробовать это экстремальное блюдо пришлось не только Виктору, но и Кристине. Приятного аппетита. Тебе. Я рад. Ты получишь мясо? Да. Пробирает до мурашек. Нет-нет, подождите. Ай, это плоховато. Что мы будем делать сейчас? Берем бокал и начинаем петь. У нас есть традиционная песня, с которой бутылку можно очень быстро выпить. В этой передаче оба ведущих блестяще справились с заданиями и была объявлена ничья. Каждый ведущий получил по 9 баллов. Зрители же отдали свои голоса и симпатии Елене Григорьевне. В последнем соревновании Анну и Виктора ждало серьезное испытание. Виктор в Латвии, а Анна в Ирландии должны были познакомиться с представителями противоположного пола, получить номер телефона. По статистике Европейского Союза в Эстонии проживает больше женщин, чем мужчин. Поэтому нашим прекрасным дамам очень сложно встретить свою половинку в родной стране. Но ведь есть страны, где численность мужчин значительно выше, чем женщин. А значит, стоит отправляться туда в поисках своего принца. Вот поэтому Анна и ее попутчица Алена оказались в Дублине. Говорят, что в Ирландии мужчин гораздо больше, чем женщин. И найти здесь жениха проще простого. Виктор и его попутчик Максим в рамках задания должны были отправиться в страну, в которой, как и в Эстонии, проживает больше представительниц прекрасного пола. И этой страной оказалась Латвия. Потому что именно в Латвии проживает на 155 тысяч девушек больше, чем мужчин. Мои шансы просто возросли до небес. Я готов. Виктор сразу перешел в наступление и попытался знакомиться с девушками на улице. Увы, безрезультатно. Добрый день. Здравствуйте. Говорить по-русски? Да. Не хочу. Почему? Что не так? Что не так? Я не понимаю. Максим, что за дела? Непруха какая-то, честно говоря. Ладно, если я понимаю, мы там начали сразу как-то дерзко приставать. Просто привет, девчонки, вы говорите по-русски. Да, мы говорим, но мы не хотим. Вот как их понять? Что им нужно? Анна же решила действовать хитрее. Чтобы не терять времени, мне надо точно выяснить, где лучше всего знакомиться с мужчинами. А у кого мне это выяснить? Ну, конечно, у мужчин. Нет. Да. Найклуб. Найклуб. The George. It's just around the car. George, yeah. It's on George Street. There's loads of men down there. And it's really good for picking up. I'm sorry. Once again, like George? The George, yeah. It's called The George. It's called The George. Like the name George. This is bar? This is a bar. Я сначала испугалась, что они посылают меня в церковь для того, чтобы знакомиться. Но нет, парни посылают меня все-таки в бар. У вас есть какие-то предложения? Не уйдет. Я прямо в норву. У нас, кажется, нет никакой альтернативы, кроме как отправляться в бар. Вот так. Как ни старались Анна, Виктор и их попутчики, им не удалось ни с кем познакомиться на улицах Риги или Дублина. Вся съемочная команда передачи «Бон Кураж» была очень удивлена таким результатом. Ведь, отправляясь в последнее соревнование, никто не сомневался, что нашим ведущим не составит труда познакомиться с представителями противоположного пола. Но, увы, не получилось. Что-то не то. Надо было выходить на улицу в леопардовом платье. Наши герои должны были проявить чудеса смекалки, чтобы придумать, как победить в этом соревновании. Пока Анна и Алена самостоятельно разрабатывают план, Виктор обратился за помощью к рижским специалистам. Так коуч объяснил Виктору, как правильно знакомиться с девушками. Конкретно «Привет, ты куда идешь?» «Привет, девушка, вот вы так красиво идете. Смотрите, девушка, вы так красиво идете. Прямо стало интересно, а куда вы идете? А можно я с вами пройдусь?» Ну, начать разговор. Ну, то есть не про себя, а про нее. Тренировка под руководством персонального тренера подняла спортивный дух наших героев. Потренировались немножко, да, на душе стало легче. Смотри, какой веселый. Улыбаешься. Не так по казноси ведешь, как обычно. Поэтому с хорошим настроением. Сейчас умиротворенно подойдешь. Шансы есть. Ну и дух у вас. Сейчас покачались. У вас такой дух мужской. Душище. Ладно, ребята, ну в добрый путь. Стилист подобрал для Виктора и Максима стильные костюмы. Виктор, чтобы победить, обратился даже за помощью к экстрасенсу. Кристин, может быть, сегодня будет какой-то знак, по которому я сразу понял, что это она. И вот, чтобы я его не пропустил, что это может быть за знак? Сейчас я немножко подниму. Ну вот, как мне кажется, это будет, наверное, девушка темноволосая. Ну, посмотрим. Анна и Алла решили полагаться на свои силы и находчивость. Поэтому, в надежде встретить интеллигентных молодых людей, отправились в музей. И чтобы наверняка в этом музее оказались толпы мужчин, девушки выбрали музей пива. Я надеюсь, что этот музей поможет нам понять загадочную душу пива. Погуляв по музею, Анна и Алёна изучили тонкости пива варенья, ознакомились с историей бренда, научились наливать правильную пинту, но, увы, ни с кем не познакомились. Ну, похоже, нам пора отправиться в паб, потому что в музей мы не встретили одиноких мужчин, которые интересовались бы девушками. В основном здесь ходят туристические группы, которые интересуются пива варенья. Поэтому мы отправляемся в паб к настоящим любителям пива, потому что их можно найти не в музее, а в пабе. Из сотен пабов, которые расположены в Дублине и его окрестностях, Анна и Алёна выбрали паб, который находится на самой высокой горе в Национальном парке. В этом легендарном пабе их ждал невероятно вкусный ужин. Это просто невероятно! Алёна, точно было блюдо на двоих или в Дару и море? Давай уже, смотри, креветки. Всё? Мамент! Нет, давай сначала сидим, потом будет с мужчиной знакомиться. Потом нам уже никакие мужчины. Так нам больше достанется. Ирландская музыка и мужчины еще не готовы знакомиться с очаровательными девушками. Мы с Алёной выбрали Ирландию не случайно, потому что все, все нас убеждали в том, что ирландцы – это мужчины очень открытые, дружелюбные, готовы знакомиться. Мужчин здесь много, свободных мужчин еще больше. Как и было, да? Да, как и было. Но наши ожидания с Алёной совершенно не оправдались, потому что по факту, и Алёной не должны соврать, оказалось, что мужчины готовы знакомиться исключительно в пабе, исключительно в состоянии подпития, после пива. А мы с Алёной девушкой приличные. И несмотря на то, что мы в Ирландию приехали не путешествовать, не знакомиться с стороной, а все-таки участвовать в телеигре «Бон Кураж», я, даже вот мы с Алёной посвящались, я готова уступить победу Вите. С удовольствием наступить победу Вите, потому что нам такая победа, как здесь, как-то не нужна. Нам нужен классный вечер, мы собираемся сейчас. Раз уж мы находимся в этом легендарном классном мае, все-таки пойти и хорошо провести время. Мы собираемся с Алёной танцевать. Танцевать. В ночном клубе «Риги» Виктору повезло больше. Макс, а теперь смотри и учись. Есть один беспроигрышный вариант, который ни разу меня не подводил. Что это такое? Просто салфетка? Салфетка. Ты не прав. Сейчас я тебе покажу, что это такое. Пару нехитрых движений. Это мой билет для получения этого номера телефона. К сожалению, прекрасная Анна и ее попутчица Алёна не смогли покорить сердца ирландских мужчин. А Виктору очаровательная рижанка оставила свой номер телефона. Поэтому победителем этой передачи стал Виктор, и он получил 10 баллов. Зрители отдали свои голоса путешествию Виктора. Это был финальный выпуск проекта «Бон Кураж». В нем мы рассказали обо всех путешествиях, в которых побывали Елена Григорьевна, Анна и Виктор. Вспомнили задания, которые выполняли наши ведущие со своими попутчиками. Уже завтра будет названо имя лучшего ведущего проекта «Бон Кураж». Спасибо. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok